Покупаем сим-карту. Для покупки сим-карты местной нужно иметь паспорт. Паспорта у нас с собой нет, но есть электронная версия паспорта, которую Женя не может найти. Все, паспорт нашли. Вот твоя симочка. Нужно сфотографировать паспорт. Вот она сфотографирует. Данные паспорта. Есть несколько тарифов. Вот я сейчас беру на 10 дней 150 бат, есть на месяц 200 бат безлимитный интернет. А у нас сейчас на сколько дней? На 10 дней 150 бат. Безлимитный интернет. 150 бат – это 300 рублей где-то, 300 с копейками. Фото. Раньше фото не нужно было, сейчас почему-то фото... Раньше мы симку просто приходили, покупали в 7-11 и уходили. Сейчас вот такая непростая процедура. У нас приложение добавляет мой паспорт, номер сим-карты и все, паспорт выражает в какую-то программу. Ага. У тебя что тут произошло, пока я бегу? Ничего, я пока вбел в терминал номер вот этой карты. Ага. Что вроде? Вот такая сим-карта. Сейчас будем вставлять в телефон. Открываем саму упаковку и здесь у нас подробная инструкция, что, как, куда и зачем. Есть инструкция, как вставить сим-карту, но это понятно. Дальше подробно описано, как можно пополнить. Хорошо, что есть и тайский, и английский язык. Как можно пополнить? Написано, что спросите кассира в любом из магазинов 7-11, Tesco Lotus и других для того, чтобы пополнить баланс вашей карты, вашей сим-карты. Вот. Сама сим-карта любого размера. Можно вытащить и вставить свой телефон, что мы сделаем позже. Дальше, что еще важно здесь? Сайт, окей. И вот инструкция. Есть бесплатные сервисные номера. Проверить баланс и так далее. Вот здесь все написано. И если засканировать этот QR-код, то можно автоматически перейти на сайт, который называется вот так. Чек, да. И там на сайте можно проверить баланс, проверить ваш пакет, когда он заканчивается и другую полезную информацию. Вот так можно приобрести сим-карту в Таиланде и использовать местную связь. Наша сим-карта сейчас на 10 дней за 200 бат суммарная цифра получилась. Это 500 рублей. 10 дней 500 рублей. Включает в себя безлимитный интернет и звонки. До новых встреч!